Добрый вечер, дамы и господа, и ко мне очередные вопросы. Руслан, ты говоришь, что мы только недавно вышли из животных состояний. В то же время, раньше ты говорил, что большинство из нас были жителями древней Лемурии, где находились в 4-5-м состоянии, в 4-5-мерном состоянии. Как это описано в книге Телос? Как это стоит понимать? Действительно, большинство, да вообще, да многие прошли через животные состояния. Но что недавно вышли из животных состояний, это действительно большинство людей на Земле. Но это не касается меня, не касается тех, кто чувствует, что он уже давно, преодолел животные инстинкты или умеет владеть собой во всех или во многих отношениях. Я, у меня 33 жизни на Земле. Относительно молодая душа для Земли, но древняя душа для нашей Вселенной. В мирах, похожих на Землю, трех-четырех-пятимерных, у меня чуть более тысячи жизней. И вот поэтому у меня животные состояния пройдены еще тысячи жизней назад. Поэтому, если вы так чувствуете, то значит вы тоже давно уже человек или разумное существо. Потому что человек это маленький процент нашей Вселенной человеческих видов, человеческих тел. Я говорил, чтобы большинство из вас были жителями Древней Лемурии. Я такое говорил. И я мог такое говорить, не уточняя, кто и как конкретно. Я такого не помню. Может быть, как-то по-другому я сказал. Те, кто читает Телос, кто вообще находит книгу Телос. Или вообще те, кто находит книги из прошлого, описывающие себя. Кого тянет на читать про Лемури, про Атлантиду, про Гиперпорею, про Пангею, про Славяно-Арийцев, про Ведическую Русь. Это как раз и символизирует и значит именно то, что он там жил. Вы там жили. Вы жили там, что вас тянет читать, слушать, смотреть. И вы начинаете ощущать, чувствовать, что вы были на Земле, а в этих временах рождались. Потому что вы это читаете. Это и верный признак того, что вы там были. И так же, если вам тянет читать про каких-то инопланетян, про каких-то сущностей, существ. Это тоже, скорее всего, вы именно ими и были или воплощались среди них. Вот вам подсказка, как определять себя, кем я был в прошлой жизни. Но через Лемурию большинство сегодняшних жителей не прошло. Через Атлантиду, да, много прошло. Но через Лемурию еще... Это еще надо смотреть, каждому в отдельности. Кстати, вы можете... Если вы сами не можете определить, кто вы, откуда вы, можете у меня спрашивать. Я это вижу. А здесь ему отвечают на стене. Виталь, после той же Лемурии и Атлантиды народ отбросило практически до первобытного строя. Мы до сих пор не восстановили утраченное величие. Но какой... на какой-то прогресс уже наблюдается. Думаю, речь об этом. И первый человек опять пишет... Это я понимаю, но слушая Руслана, складывается впечатление, как будто он говорит, что мы недавно воплощались еще в животных. Но если вы так чувствуете, то верьте себе, значит, так оно и есть. Я чувствую по-другому. Для себя. Ну, некоторые действительно, ну, если вы относите себя к большинству людей, то и чувствуете именно так, значит, это ваше верное ощущение себя. Помнится, он говорил, что у большинства современных землян не более 150 воплощений в людских телах. Да, я бы даже сказал меньше, чем 150, даже меньше, чем 100. Хотя, у большинства, ну, нет, 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 сейчас как раз нет. Такое было раньше, сейчас уже не так. Хотя, это сложно. Я смотрю слои населения разные. В Африке по одному там, вот, особенно, это касается области экватора, вот это точно. То есть, народы, проживающие возле экватора, вот, это актуально именно для них. Они вообще наиболее молодые души. Но не все, но где-то процентов до 90 доходят в экваториальных странах мира. Но чем ближе к северу, в основном, тем живет или родилась душа, человек. Тем обычно есть такая закономерность, чем... Но она не стопроцентная. Там есть исключения, есть некоторые страны, в которых немножечко по-другому. Но все-таки, чем ближе к северу, тем больше, более многоопытная душа, либо на земле, либо в подобных земле-мирах, измерениях. Чем больше воплощений. Хотя, это такая основная тенденция, в которой есть исключения, очень много исключений. И регионы есть, которые как бы выемки такие, где возраст души колеблется. Даже потому, что вот в Индии, например, вот в Индии, это Индия пересекает... Экватор пересекает Индию, и Индия исключение из правил. Там у душ очень разные, там смешанные, там есть очень много старых душ, древних. И также очень много молодых. Там поперемешано, хотя... Ну, это надо смотреть регион, страну и человека в отдельности. Чтобы говорить, как-то обобщать. Так, у большинства землян не больше 150 воплощений в людских телах. Вроде маловато выходит для тех, кто родом с древнего континента Му, то есть с Лемурии. Ну, я же не говорил, а это разные вещи у тех, кто 150 воплощений или там 70. И те, кто был, рождался, воплощался в Лемурии. Как правило, лемурийцы наиболее опытные и старые души уже. А я воплощался в Лемурии не один раз. В Атлантиде тоже. Я, кстати, с Лемурии и начал воплощение на Земле. До этого я на Землю лишь прилетал как инопланетянин, как родительская и братская раса с разных нескольких рас, которые курировали, контролировали или вели, помогали или как-то обустраивали Землю. Вот такое было. Но первое мое воплощение началось с Лемурии. И для Земли до сих пор я молодая душа, то есть 33 жизни. Но для нашей галактики, для нашей Вселенной я душа-то очень древняя. Если считать тысячи жизней. Чуть более тысячи. И поэтому каждый из вас по-разному. У одинаковых нас с набором воплощений может и есть, но вряд ли есть. У каждого разное количество жизни и жизни в разных местах. Вы сами себя можете сканировать, в медитацию глубокую входить и подсчитывать, где у вас что, какая у вас душа молодая, старая, древняя, юная, зрелая. Или если не получается, можете у меня спрашивать. Я и на консультациях это рассказываю, и принимаю заказы конкретные в текстовом виде. По обмену. Наверное, я ответил на вопрос. Здесь все, я так не абсолютизирую. Все здесь по-разному. И в основном те души, у которых мало воплощений на Земле, они не проходили через Лемурию, и большинство из них не проходило через Атлантиду. Они здесь свежеприбывшие. Они во времена Лемурии и Атлантиды, большинство из них жило где-то в других местах, в других системах, галактиках и даже Вселенных. И на этом я завершаю видео. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok